Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрыч и разбираем патчноут от 25 мая. Black Desert Mobile. Сегодня нам добавили Суру, нам добавили новый клановый контент. Чуть-чуть переработали осады, но и в принципе все. Все, что вот крутится вокруг основное, это вокруг Суры. Значит, по ивентам. По ивентам. А, для начала, смотрите, надо мной, вот там вот сверху, над донатом, код. Вот, если его ввести, то на почту к вам придет, вот, водички, аж целых три бутылки и свиточек на 40 минут. Вот, так что, как бы, активируйте, пользуйтесь, на здоровье не благодарите. Лайки ставьте. Дальше, по ивентам. Слава путешественника, повторюсь, это ивент, чтобы получить пятого питомца, не прошлепайте. Ежемесячный ивент. Дальше, премиум журнал Суры. За вход в игру без доната можно получить вот такие награды. С донатом можно получить, естественно, сундучки с лотерейкой, из которой ты вытащишь обычные руны. Зуб даю. Но чуть побольше жемчуга и вот красные хотя бы украшения даются. Достижение уровня Шуры. Значит, у нас тут вот такие награды. Питомчик третьего-четвертого поколения, тысячу жемчуга, самое интересное, и костюм пустыночки. Потребление энергии при раскопках в пустыне минус 20% и опыт раскопок в пустыне плюс 50%. То есть, теперь есть смысл сделать отдельного твинка для пустыни. Правильно, ниндзю. Подарок в честь выхода Шуры. Значит, две недели еще можно забрать вот этот сундучок, в котором лежит костюм Кельштайна. Кальштайна, точнее. На Шуру. Благословение героя. Черепашка пятого поколения и шестая лошадка. Знамена Шуры еще целую неделю. Значит, вот это вот раз в неделю мы выполняем. То есть, вот как бы оно обновилось до следующего понедельника. В понедельник снова обновится, по идее. Можно будет повторно выполнить и обменять на вот такие вот награды. Фрагменты, всякие эссенции, точки и так далее. Открытие лавки Шуры. Значит, в этой лавке, вот так вот сделаем, чтобы было вам видно, добавили вот сундук с кристаллом 10 штучек. Их можно купить 3 штуки, то есть 30 сундуков таких. Каждый десяток по 500 черного жемчуга. Купить можно, как я понимаю, раз всего лишь. Так что штука очень хорошая. Полторы тысячи чижи оно стоит, потому что это целых два розовых кристалла. Также до сих пор можно купить с украшением вот еженедельные покупочки. Свиток с учебниками, точнее сундучок с учебниками. И палитра Мирабы. Ну и за черный жемчуг, как бы вот эта лотерейка я купила недавно. 50 поменяла и мне выпало вот так вот. Ну и кому тут что надо. Такс, дальше. По ивентам еще у нас гонки черных духов. На почту нам каждую субботу, воскресенье и понедельник присылают проходочки. Это можно все дело покопить и в последний день пройти гонки. Гонки еще будут целую неделю. Вот это последние выходные. Вот суббота, воскресенье, понедельник не прошлепайте. Начинаются гонки в 12 по времени сервера. Это у нас 2 часа дня. И заканчивается, соответственно, в 2 часа ночи. Так, теперь давай разбирать контент. Контент у нас такой. В контенте, естественно, Шура. Подсказали мне билд ПВЕ для Шуры. Вот, как бы скриньте. Потом заполняете, выбираете. Говорят, что это самый хардл. Это, кстати, лишний скилл. Вот это вот он, смертоносный взмах. Он тут не должен быть. Вот так вот. Вот, а потом сюда на 70 уровне просто вставите отхил. Вот он, отхил. Вот. И все. Вот такой вот билд для фарма, говорят, хороший. Видно же, да? Все видно. Хорошо. Дальше. Поехали. Хадум. Клановый контент. Этот клановый контент предназначен для того, чтобы можно было с помощью твинков, пока ты занимаешься своими одними делами на мейне, чтобы твинок у тебя получал знания на другую локацию. То есть, вот заходишь сюда и нажимаешь изучение измерения. На 8 часов за 12 баночек света, которые мы получаем из камней, твиночек, вот любого ты отправляешь, главное, чтобы он соответствовал вот этому минимальному БСу. Ты его отправляешь, и он получает знания на всех мобов в данной локации. Естественно, если на какого-то 100%, то оно не наполняется. Но теперь можно ночью вот так вот спокойненько и днем в течение дня отправлять твинка, чтобы он закрывал знания в тех локациях, где невыгодно, например, стоять мейном. Вот у тебя там уже 15-16 тысяч, и заходить в локацию с 6 тысячами, ну совсем никакого профита. Это получение знаний, говорят, чуть получше, чем когда ты фармишь в режиме черного духа. Вот, и всего лишь 12 баночек на целых 8 часов. Я еще пока не запускала, не тестила, там вот сколько тут появится чего, но пользоваться буду однозначно, потому что тема очень хорошая, удобная. Также можно вот нанять работничка, если вдруг у тебя не хватает твинков, но я думаю, что если ты все бесплатные слоты купишь, то у тебя однозначно хватит места и на то, чтобы вот у меня отправлены все твинки в башню, обычную в башню ходу, и при этом у меня еще осталось целых 1, 2, 3, 4 и плюс мейн. 4 твинка на то, чтобы отправить, выбирай любого. Война за узлы и осады. Здесь, значит, кто в осадах участвует, тот помнит, что есть такая штучка, как башня силы. То есть, когда ты ее убиваешь, на персонажа накладывается баф на атаку. И эту башню силы старались постоянно убивать для того, чтобы получить некое преимущество. Так вот сейчас вместо этой башни силы появится вот такой вот огр, который, скорее всего, будет отбиваться, то есть сдачу давать. И вот когда ты его убиваешь, респится он 10-15 минут, то есть не так, как раньше 10 минут постоянно респилось, да, а прям вот от 10 до 15. Баф вешается на 5 минут, не спадает при гибели, вот, и дает вот такие вот эффекты. То есть, первое усиление. Первое усиление идет вот атака-защита, а пятое, соответственно, вот. А также есть инстинкт разрушения. Я не очень поняла, это идет как дополнительный баф или что это. Короче, инстинкт разрушения действует только для следующих сооружений. То есть, урон того, на ком этот баф вырастает по реликвии, по защитной башне реликвии и баррикадам. То есть, на пушки, на слонов, на вот это все, это не работает. Этот баф только на постройке. Также, урон осадных орудий, таких как слон, огр, пушка, хвача и магические снаряды, изменен с фиксированного урона на урон, изменяющийся в зависимости от хп. Но, корейцы забыли указать от хп того, кто наносит урон. То есть, например, стреляем мы из пушки, да. И вот у меня, например, хп не трогается, но вот у пушечки хп сносит. И вот урон этой пушки, он меняется, когда у меня, ну, точнее, у пушки мало хп, и тогда урон становится, например, слабее. Или когда у постройки мало хп. Придется снова тестить, потому что, к сожалению, корейцы решили, что мы должны это проверять сами. Но при этом время повторной атаки пушки с 10 уменьшено до 3 секунд. Это теперь будет у нас пушечный град. Вот. Это касаемо осад. Также увеличили количество налогов и поощрения в 3 раза. То есть, еще больше денег в казну. Максимальный коэффициент обмена и входа увеличен с 30 до 50. Это для особого покорения. Волшебницы. Что-то сделали. Доступно использование уклонения во время взрывной молнии. В мировой торговле неплохо бустанули. Я, кстати, хотела сегодня заняться торговлей, но время пролетело. Я пока качала ниндзю. Время закончилось. В общем, с очень низким шансом, говорят там, 1,00% или 1,001% встретить в лавке доверия. Или как она там называется? Да, лавка доверия. Что может появиться вот такой вот жемчуг. И, соответственно, если ты находишься на большой тележке, вот это максимально, то ты можешь купить x4. Стоимость 10 тысяч ресурсов. Также у бродячего торговца, который у нас там появляется, добавлены питомцы. Коричневый код 3-5 поколения и небесный сокол. Так что торговлю, можно так сказать, приятно улучшили. Также приятно улучшили. Значит, здесь вот эти правки. Это касается только новичков, которые только начинают, создают аккаунт, потому что здесь они изменили условия для открытия контента. То есть они расписали, прямо до какой цепочки нужно дойти, чтобы там открылся алхимический камень, башни и так далее, тотемы всякие. Из уведомлений убрали две бесячих, ненужных уведомления. Вот. В древних руинах. Вот. Начиная с 4-го зала. Палат древнего... Подожди, палаты древнего воина. Это же древние руины? Да, все правильно. Вот. Начиная с 4-го уровня, палат древнего воина, можно получать фрагменты реликвий, сундуки с реликвиями и прочие награды. Также вот тут вот с 7-го зала можно получать вот новые награды, да. И в дополнение фрагменты из некоторых сундуков начисляются сразу. Вот. С 1-го по 9-й еще больше древнего золота можно получить, хотя его уже тратить реально некуда. Вот. Но при этом будет падать фрагментов памяти меньше, но могли бы их вообще убрать, потому что я не знаю, кто ими пользуется. Это абсолютно невыгодная функция. Очень много серебра сжирает. Лучше точить со 100-процентным шансом и не морочить голову. Вот. Взамен в будущем в залах с 1-го по 12-й можно будет получить больше сундуков ядра древнего стража. А в 13-м будут чаще выпадать сундуки украшений черной слезы. Спасибо. За это спасибо. Храм черных камней. Не указано, но ходит мнение, что это изменение касается только храма, который появляется после райтена, который респится по расписанию в понедельник в 8 утра. О, 8 вечера по Москве. И теперь храм будет стоять 30 минут в любом случае. То есть даже если топовую награду вытащат, храм будет стоять все равно 30 минут, пока не вытащат все абсолютно, вот все, что там можно. Кстати, в пятницу я выпущу, кто пропустил, например, этого райтена, у кого нет возможности сходить, кто сомневался, не понимает, надо, ну ему или нет. Вот, я сходила, записала видосики, в субботу или в воскресенье я выложу видео, где покажу дроп с храма и дроп с райтена, для того, чтобы вы могли потом понять, ставить будильник, не ставить будильник, торопиться, не торопиться. Увеличены награды за задания баллов гильдии. Это речь идет про вот эти задания, которые покупаются в этой лавке. Вот, теперь здесь такие вот награды. Вот, и что приятно, они вот, например, раньше я думала копить вот 12 тысяч, либо 23 тысячи для того, чтобы получить свитки восстановления. А их они теперь, это вот, по крайней мере, для меня, как говорится, наболевшим, а их вот добавили сюда, и теперь за 6 тысяч можно свитка восстановления себе сделать, причем, ну, единственное, что арена Рамоноса задание такое, не очень, ну, короче, на любителя, но и тем не менее. Тем не менее. Дальше. У ДК вот какая-то правка интересная, у Ярость Черного Духа теперь будет 5 ударов, а не 6. Вот, также следы Тукара Райтена, это то, что остается после Райтена по расписанию там в пещере, был баг, не открывалось окошко, теперь все нормально, можно зайти и зафармить. Исправленная ошибка, из-за которой при сборе и добыче выпадало только Дыхание Творение. В связи с этим на почту, всем абсолютно проверьте, я уже забрала, выставили вот такие вот сундучки. Из них можно выбрать, что тебе надо, Дыхание Жизни или Дыхание Творение. Ну и в принципе, в принципе, из такого все. Теперь давай магазин посмотрим. Посмотрим магазин. Снова вот так вот дублируем. Все для Шуры. Два красных украшения, три ляма древнего золота и два легендарных костюмчика. Вот. Точнее, два брони, четыре оружия, розовые костюмчики и 10 свитков удачи. Здесь у нас спрятаны два сундука с красной реликвией. 10 тысяч восстановления, 10 тысяч обмена и 10 свитков удачи. Вот эти вот сундучки, по-моему, были раньше. Да, на прошлой неделе они были. По поводу вот этого я уже вам сказала, что его сюда добавили. Внешний вид, естественно, для Шуры добавили костюмчики, которые можно прикупить при желании, и украшения. Разные, прекрасные. Вот. А также, также, также в наборе развития... Сейчас вспомним, где оно находится. Блин, вечно я не могу найти, когда надо, быстро эту лавку. Короче, там, где продаются комплекты... Значит, получая уровень, ты получаешь дополнительно черный жемчуг. Это вот эти самые выгодные такие наборы для покупки черного жемчуга и обычного жемчуга. Сейчас, подожди, я вот найду, вот обязательно найду. Усиление, обмен, смена, класса, другое. Блин, наборы где-то. Содействие, баллы, особые возможности. Вот где-то наборы должны быть. Вот, повышение уровня. Вот, на Шуру добавили тоже. Вот, то есть здесь ты покупаешь, платишь за 2-300 рублей, получаешь сразу жемчуга. Вот столько. И потом, когда ты прокачаешь Шуру до 60 уровня, получишь еще 2 500. А, всего. Всего 2 500. Вот. Так что очень даже выгодно ты получаешь жемчуг один к одному. Так вот, каждому классу есть такие наборы. Так что, если кто-то вдруг думает донатить, то донатьте только через такие наборы. Жемчуг, если он вам надо, конечно. Собственно, и все. Вот. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Приходите на стримы разбирать почтноуты в прямом эфире. Задавайте вопросы. Если вам интересен PvP-контент в виде Ассад и нужен дружный коллектив, у вас минимум 12 тысяч БСа, подавайте заявку в гильдию Ями Хами. Также у нас есть еще боевые составы, но там 22 БС и 20. Если у вас столько есть БСа, то вы знаете, как попасть в хаосы. Наверняка. Но, если вдруг не знаете, то ссылка будет на Дискорд в описании, и там можно подать заявку. Все. Всем хорошего дня. Встретимся в следующих видосах, либо на стримах. Приходите на БДО. Продолжение следует...